Так, а вот и снова я. Продолжаем уйти в посуду. Ой, Мох пишет в комментариях, видела там ни о чем, видела ни о чем. Блин, ну, ребят, ну что я могу вам снять? Вот скажите, а? Вот скажите, пожалуйста, я свою жизнь вам покажу. Получается, моя жизнь ни о чем. Ну, путешествовать я никуда не ездию. Вот что у меня проходит, как проходит день, то снимаю, то рассказываю. Есть какие-то новости? Конечно, я вам что-то рассказала. Нет особо новостей, ну что рассказать? Значит, нечего рассказать. Девочки, ну, если уж вдруг там кому-то правда неинтересно, ну, тоже это, над собой не издевайтесь. Не смотрите. Это, каналов, другие, каналов много. Сходите на другие каналы, может быть, там вам будет интересно. Так. Подбавить, что ли? А то что-то не пыть от не пилиться. Долг жарится. Так, все, хотел кофе поставить. Кофе поставить. Канал, девчонки, Страх и Скорбе. Столько блогеров. Блин, не понравился, ушел, как пошел к другому, посмотрел, что у него происходит. Вышло какое-то видео у меня, что вам по вкусу. Пришли ко мне, так же посмотрели. Так. Ой, все, позасрала. Вот, плеснула. Я что-то спешу, я стараюсь быстро, а получается, блин, не получается быстро. Так. Так. Все, кофе варится. Поехали дальше. Так. Любаш, привет, дорогая. Как всегда, вкусно. И новый рецептик. Это Рима. Привет, Римочка моя дорогая. Так. Безруква Анна. Люба, когда пойдете к кардиологу? Ой, девчонки, не знаю, надо. Губы синие, надо сходить. Ой, я не знаю. Я не люблю этих врачей. Я, наверное, вот даже буду лежать уже на это... Поняли? И буду отказываться. Не надо мне никакой скорой. Не знаю, Анночка, не знаю. А надо. Рая, Рая. Пишет Таня. А зачем я кардиолог? Вроде здоровая девка-то. Ничего не беспокоит. Ну вот губы синие и одышка. Одышка от сигарет, девчонки. А губы синие. Может, они сами по себе такие? И опять, они не всегда синие. Я еще замечаю, когда я замерзаю, и начинает синить. Я ходила как-то, делала именно, знаете что, не кардиограмму сердца, но я давно ходила в УЗИ. У меня там выявили, короче, сердце, как у зайца. Вот эта фигня у меня. Забыла, как называется. А так, трое, все нормально было. Пульс у меня сильно учащенный. Али тут, как оно, девочки, вы поняли, о чем я? Говорю, я на болячках никогда не зацикливаюсь, вообще не зацикливаюсь, поэтому я и диагнозы не запоминаю. Мне это не надо. Думать о болячках, ну и нафиг. Ой, боюсь, блин, не прожарить. Сжарю, как долго-то. Так, что тут? Юля. Юлюше, Любаш, приятного аппетита вам и хорошего настроения. Спасибо, Юлечка. И цветочки, какие у нее красивые, красивые на подоконки скинула. Прям красота. Так, опять Юлюше, осеннее настроение вам, Любаша. Спасибо, Юленька. Спасибо, дорогая. Ой, господи, рая-рая. Сковорода, дрянь, дешевка. Вот и липнут твои блины. Для блинов надо с толстым дном сковороду. А ты в этой дряшке жаришь. Ну да, дешевка, покупала в магните, не отрицаю. Но здесь когда-то что-то липнет, а когда-то не липнет. Вот сейчас переворачивается, вообще на ура. Я просто, вы видите, вот я плеснула, где она есть, масло чайной ложечкой. Они отлично отлетают чайной ложечкой. А когда масла нету там, правильно, ну как, блин, дешевая сковородка, что от нее хотеть? Так, Люба, рая-рая тоже пишет, Люба, капельку тыквы и то со стола положила в тесто. А как же, да, я такая, какая экономная женщина. Ну так уже совсем не надо уж. И это уже в крови девочки голод в свое время одолевал, когда жила с первым мужем. И поэтому каждая крошечка, хотя не всегда, бывает, хлеб выбрасываю. Так, это я скинула, спасибо. Наташа артикул скидывала. Не за что, Наташа. Татьяна С пишет. Сейчас мы почитаем, что на этот раз она мне пишет. Все, снимаю, девочки. А то будут жарить, блин, до посинения. Ой, а я не помыла, господи. Господи. Чуть Танька написала. Надо почитать, а как же. А то я письмом ей не отвечаю. Ответим так языком. Короче, девчонки, наливаю вот так масло, вот чайную ложечку. Чтоб хоть оладьи были, более-менее на оладьи похожи. Я вчера снимала видео вам. Ой, я бы толстела, поправилась. Конечно, девочки, поправилась. Воды выпила, плюс уже одетой была, и плюс до меня дошло, стою в штатив в руке с телефоном, до меня потом дошло. Не, пока, пока все так же, как и было. Ох, господи. Я их немножко, знаете, как делаю плоскими, чтобы такие, тоненькие были. Оладьи. Посмотрим, что за оладьи. подбавить. Это совсем чуть, правда. Так, ну, Татьяна С. Люба, еще раз напишу тебе, что решетка, как бы ее не поставил, роль не играет. Не знаю, но он мне почему-то говорил, этот, кто, кто, как его, точил. Так, так как она не крутится. Но она роль дает для того, чтобы, не просто так же ее я точила, решетку, и сам этот, как его, нож-то. Так, крутится винт и нож, который крестиком. Спасибо, Татьяна, что объяснила. Так, и только от ножа зависит, будет мясорубка работать или нет. Не только от ножа, от решетки тоже. Еще раз повторяю, потому что не просто так ее точат. Я сначала поехала чисто нож потащить, взяла решетку, я не взяла. Мне сказали, надо и решетку, а этого толку вам не будет. Так, попробуй, так, попробуй сама поставить сначала нож плоской стороной к решетке, а потом наоборот убедишься в том и убедишься в этом. Желаю удачи. Ого, Татьяна мне удачи пожелала. Татьяна, вам тоже удачи и, конечно, здоровья. Так, вот. И вот думаю, то напишет, как и бяки, а то вот гляньте, какой комментарий, ну, приятно читать. Честно вам скажу, вот честно скажу. Так. Люба, а дуст воняет? Ольга написала, запахом проблемы, девчонки. Я не знаю. Ну, вроде бы как. Нет. Да мне кажется, для тараканов дуст он не воняет. Ну, например, Толик мне не сказал, что там воняет. Нет, наверное, скорее всего. А то вдруг я скажу, что не воняет, а он вдруг воняет. Потому что, вы знаете, у меня воняние, у меня на что-то нормальное это воняние, а на что-то нифига нету. Да нет, скорее всего. Ну, как будет вонять-то? Это ж дуст не такой дуст-то. Раньше, помните, дуст пши травили? Пши травили. Вот это вы поняли, дуст какой белый. А это идет он от тараканов. Скорее всего, конечно, песапка. Пши травили. Ну, любки. Ой, вечер чесать. Так не хочется, никуда чесать, а придется сидеть с девчонками. когда растекляют его позвонят. Али, сися, я снимаю, но можешь разговаривать. Привет, че там? Тебе звонил, папка, да? Что, приболел? Приболел, че делал, к прессу. Знаю, звонили. Блин, ну, не помню, что я ошиблась, господи. Не знаю. читать. Читать ведь надо. Я говорю, ну, вбей в интернете. ведь че я... Ой, да подожди, господи, слово вообще не даст сказать. Знаешь, я все отдавала от горла, она, не так поняла. Не знаю, блин. А для какого хрена я покупала? Нет, зачем это? Я тут не знаю. Может, он я никогда все надбыл, не знаю. е-мое, а может, улья... Ой, не знаю. Тогда, помнишь, когда мы ездили, то ульянь, типа, залысинка-то. Ну, вот, не знаю. Ну, я не знаю, буквально, рост, безыхилки, было, не волнуйся, все нормально. Ну, она тоже читает, соображает. Я сказала, памяти нету, памяти нету, памяти нету. Отчего это лекарство? Вот. Я свои знаю, какие я. А у меня вон, я на... Так, это вы. А я вот на болячках ни хрена не зацикливаюсь, я и не вспоминаю. Покупают лекарства, а потом я не знаю даже, от чего они. А зря. Да зря. Не еще об этом думать. Люхан твой приехал. Люхан поехал. Это, куда поехал? Загружаться. А я не знаю. На загрузку. Не, если там что. Получится, не то пойдет. Если получится, а сейчас как загрузят? Как там что? Тут время-то. Загрузился в рейс. Понятно. Ой, как-то так. Люха, нет этого черплата. Приехал твой чехол, приехал. Люхан, по-моему, успеет? Да там, конечно, успеет. Давай, этот, до Скаркин Валперс, до восьми, по-моему. Ой, Приезжай, на тыквы, на ладьи. Дочка, начала, чем удивить. Ох, ну тебе же все равно с чехлом приезжать. Ну, за чехлом, за чехлом, ну не за тыквы. О, господи. Ведь сама от ней будет жарить. Тебе жлей натирать. А у меня блендер, у меня прям блендером пшит и готова. Чего? Такие вещи не люблю. Если бы с кабачком Валаде предложила. А вдруг вкусно? Ну. А уже наперед не люблю. Надо попробовать. Ну да. А вот... А вот... А потом попробуй, то оно чуть вкусно. А я ее не делаю. Какие гулянки, я к ней даже прикасалась. Видишь как. На сегодня гинекологу. Ма, ты смотри, а то у меня вдруг телефон громкий. Ну. Вчера скинула мне 600 рублей. Это на что уже? Я не знаю. Я же звоню. Вот же... Знаешь, вон скидь, все идем уложили на телевизор. А, и Вероничке. Видать. Ну, я, я им все не ложила, этот баланс пополняла. Угу. Тогда это Вероничка нужно. Ну да. Ой, да и хоть так-то. А я не... Вот именно. Прямо взращать гордость какая. Далай радуйся. Я ей 500 рублей на 1 раз и скидну какие-то 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 слова. А, не знаю. Не, она, так, позвонила мне и скидь, мать деньги. Вот. Ну, уже там что-то... Угу. Ну, вот, она-то. Ну, не встала. Проем. Профью. Ну, правильно, господи. Когда это... Дают, бери. Бьют, бери. Че, не знаешь, что? Ой, дубай, даже я не хочу не быть от того зависимой. Ну, в смысле? Как будто... Вот и я такая же. Буду на нас голубь подыхать, а просить не буду. Че там, ты собирался это на кардиограмму отойти? Пошла? Нет. Вот и мне девчонки пишут, у меня губы синие. сердечко проверить. Вот сейчас написали, ты была? Говорю, ага, была. Любая, ну вообще у тебя тахикардия. О, тахикардия, девочки, у меня, вот как называется. А ты говорила, говорю, я на этих диагнозах говорю, я о болезнях не думаю, о диагнозах они нахер, мне нужно их запоминать. помню, когда ж, я жила, в молотажонки ходили. 36 лет, 30 было. Какой 30? Побольше. А муж и 30, он не знает. Левнее, Любань, лет 30 и было. Да че, ничего не болит, губы синие, мне всю жизнь синие. Не осталось. Синие, наверное, сейчас я это скажу, синие, наверное, из-за того, что мало целуюсь. Слова много, и губы были, бать, такие. Да ну нафиг, да. Я не пью, вон-то мне, от этого, пульс, от этого, тахикардиита, таблетки пить. Да уж я их пью, я раз-два выпала, и все, и нафиг мне надо. Подожди, а зачем, почему ты радуешься, милая моя, сердце зарабатывается. Все, надо пить. Я сказала, чем меньше пульс, тем лучше сердце, как для сердца. Ну я вот такой. Ну и как же их пить-то, не скажи. Вот они у меня есть-то, от этого пульса-то. Метапролол, да? И как, по одной таблетке в день, да? Да, по одной таблетке, но поддерживать надо. Хороший пить каждый день надо, да? Конечно. За тех пункт, пока у тебя курс не станет до 80. Он у меня прыгает. Он когда там чуть ли не 100, когда, как, 80 там, или 7, 6, как-то вот так. Вот когда 7, 6, выпитом таблеточки. Когда там 8, таблеточки. Ладно, сейчас поем, померю, посмотрю. Сота. тяжело померить-то? У меня как никогда был 71. Да? О! Вот там давление было 160 на стол. Пошли, померю. У меня сейчас это. Можно на кофту, я что-то забыла этот одевать. И давление. А то у меня рукава длинные, кофты. прощупает. А, ну да, кстати. Ой, сейчас поймем. Ты что, не дома, что ли? Дома. Дома. Такое чувство, что где это? Нет, дома. Дома. О, вчера вады у меня горячей нету. Туалет, кран перекрыла в трубу. Воды нету горячей. Я не могу. Кто сама над собой уже желает? Ну, у нас так отопление ни хрена не сделал. Мне уже, я уже устала звонить в эту вареньку. Потому что я позвоню, деньги прям все, улетели. Так, ладно, я помолчу минуту, ты можешь разговаривать, я давление буду мерить. Потому что, потому что там социальный телефон поедал у них альтейки. У нас вчера в седьмом часов телевизор перестал как-то в седьмом и бегут ко мне и Дим, и Ольга с четвертого этажа. Я уже звоню. Вот, потому что говорился, болтает, болтает. Ну, потом, ладно, кое-как оператора девочку вызывает. Короче, слушай, мое давление, а то потухнет 130, 98, на 91. А вообще у меня башка не болит. А мое давление, между прочим, 110. Вот у меня 110, когда это мое самое идеальное давление. Вот 130, для меня это перебор. А это артериально получается, да, как 98, второй этот-то. Ну, да. Это нормально считается-то? А, сердечный. Высокое тоже. Ох, едит, двойная. Ну, пойду. Ладно, ломали. Пойду пить. Возраст. Да и вот. Как это Сват говорил? Забыла? Жив, как он говорил-то? Жив Максим, а помер и хуй с ним. Как-то вот так. Ну, ну, короче, что там сделала, что я тебя больше? Ничего не сделала. Подводила, дети у нас там получилась. Угу. Ну, сделала. А ты что, не знаешь бесплатный телефон дом.ру? Люба, я по нему понял, но у меня есть топовый. Я не смогла с этим поговорить. Почему? С говорилкой, а ты с ней как договаривайся? Соединить с оператором. Я отвечаю. Я отвечаю. знаешь, какую-то кнопку надо было нажать. Вот говорил-то. Да вот они эти говорилки этих роботов-то. А там правда порой. понятненько. Что, таблетку можно натощак выпить? А люди пьют натощак. Короче, мне ты пролол этот выпить, да? Ну да. Хоть там сердечный повыше. А вообще в идеале какой сердечный должно быть? 80. А у меня 98, да? Охуеть, блядь. Ну не просто так. Вот видишь, у меня это девчонки даже сходи в сердце провели. Ой. Мож правда записаться и УЗИ сделать. Угу. 140 на 90 40 на 90 Охренеть, да я нормально у него как-то ну да. Старость. Надо одеваться в поликлинику. Чего на кардиограмму. Это надо сделать УЗИ. Вот что. А чтобы сделать УЗИ сердце это денежка неси. У меня денег нету. УЗИ. 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 поликлинику четвертая ну. Там кардиолог просто вот у какой я была. Ну туда надо попасть кардиологу. Надо к терапевту сначала. Ну начать к терапевту. А к терапевту сейчас осень. Сейчас ты знаешь поликлиники бабок сколько? Это летом их там нету. Они на дачах. у нас есть кто запишет. Ну пусть он нас запишет а мы сходим с тобой вдвоем. Ну сходишь по моему адресу. Понятно. Понятно. Угу. 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 Опять твои телка станцов. Ясненько. Ой не знаю говорю я не зациклюсь на полячках. Нафиг. Я не хочу еще думать о полячках. А когда вот о них не думаешь и ничего не болит. А когда начинаешь сидеть на этих таблетках вечно блин это думать. Ну у тебя ну у меня слава богу ничего не беспокоит. Чего уж мне думать сидеть. Давай давай ага. Сейчас. Так что вот так девчонки тоже отправляю. Не хочу. Надо знаю. Не хочу. Грубо таблетки пить. Так жарится. Парится. Накрыть. Сейчас дожарим девочки и с вами позавтракаем. Когда скажу вам вкусно не вкусно масло видели уже тут масло лью. Хоть по чайной ложке а какая разница лью. Уже не пп тыква тоже не пп оказывается. Чего? Ой МТС все должны вышитать. Так сейчас дожарим девочки и с вами будем завтракать. Пока тоже там себе накладывать что-нибудь. Чаи кофе наводить и вместе покушаем. КОНЕЦ